День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Теперь не только у тяжелых больных. Насколько чаще стали выявлять антитела коронавируса у жителей края? Комары в ноябре и болота в подвале. Что не так с этим домом в центре Барнаула? Несмотря на пандемию, второму этапу Кубка мира погребли на байдарках и каное в Алтайском крае быть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На месте работала наша съемочная группа, ничего не вывозили, но во внутреннем дворе здания оставлены кучи металлических конструкций, тележек, полок, мешков с посудой. Ее, видимо, использовали сотрудники магазина. Предположительно, в торговом центре смогут разместить 500-600 коек, а необходимо тысяча. Так как статистика заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Так, сегодня в регионе 226 инфицированных и 11 смертей. Общее число заболевших к этому дню почти 20,5 тысяч человек. Тяжелобольных 589. На аппарате ВЭЛ 183 пациента. Почти 5,5 тысяч человек прямо сейчас являются бессимптомными носителями, лечатся на дому. Так же, как еще полторы тысячи с подтвержденной вирусной пневмонией. Кстати, по способам передачи коронавируса в лидерах, как ни странно, контакты с заболевшими ОРВИ. Видимо, с теми, кто просто не был тестирован. С начала осени у нескольких тысяч барнаульцев были выявлены антитела коронавируса. И это только те, кто сдавал тест. Надо сказать, что весной и летом эти показатели были намного ниже. До коллективного иммунитета нам, конечно, еще далеко. Но есть и хорошие новости. Какие? Смотрите в сюжете. В неделю у нас практически 200 антител сдаются. Люди сдают, мы выполняем. Из них практически половина получаются положительными. Было в первое время очень интересно выявить положительное антитело. Сейчас ничего удивительного нет. Это лишь одна из клиник в Барнауле, которая проводит тестирование на антитела коронавирусу. Если весной на анализ приходили единицы, сейчас спрос явно выше. Около 2,5-3 тысяч тестов на антитела. И это вся потребность. То есть мы никому не отказываем. На графике видно, когда произошел этот скачок. Оранжевая линия показывает, что осенью у жителей края чаще выявляют антитела к новой инфекции, чем весной или летом. И, кстати, раньше бытовало мнение, что антитела в основном вырабатываются у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. Из литературы, что и по нашим данным тоже, что очень много людей, которые даже факта заболевания не отмечают, то есть перенесли либо бессимптомно, либо в легкой форме, но имеют антитела. После заражения в организме вырабатываются иммуноглобулины класса М. Они первые бросаются в атаку с коронавирусом, и их наличие в организме может говорить об острой фазе инфекции. Примерно через две недели появляются иммуноглобулины класса G. Именно они и сохраняют устойчивый иммунитет к COVID-19. Если результат вашего теста показал и антитела М, и антитела G одновременно, значит вы уже на пути к выздоровлению и, скорее всего, уже не заразны. Человек в период бессимптомный, наиболее заразный, и в начале проявления симптомов. Уже через одну неделю, 10 дней способность заражать окружающих резко падает, и где-то на второй неделе, через две недели она практически ничтожит. К сожалению, уже известны случаи повторного заражения COVID-19 через несколько месяцев после первого заражения. А значит, даже наличие антител не гарантирует вам полную защиту от коронавируса. Однако, по законам иммунологии, организм все же способен сохранять клетки памяти, которые уже знают, как вырабатывать антитела, в каком количестве. Было бы глупо, если бы, допустим, вы выпускаете автомобили на заводе, а их никто не покупает. И вы их на склад все больше, а потом уже ставить некуда. Если нет агрессии, то продукция антител снижается, естественно. Клон этот сжимается, но он остается. И когда антиген вновь приходит, фабрика уже готова выпускать антитела. И она резко включается и резко повышает титры этих антител. Совсем не продуцировать они тоже не могут. Немного они продуцируют. Но затем мощно включаются. И хотя COVID-19 уже давно вышел из-под контроля, заражаемость вирусом не такая высокая, как у Эболы, например, говорит Владимир Куликов. Поэтому реально, что в данный момент мы пока можем сделать – продолжать носить маски, избегать скопления людей, изолировать вирусы-носители и ждать вакцины. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. В условиях растущего числа заболевших коронавирусом поддержка нужна и врачам, и жителям в крае. Партия ЛДПР в День народного единства провела ряд мероприятий. Прохожим раздали маски, а врачей поздравили с праздником и вручили подарки. Подробнее в сюжете. С Днем народного единства медицинских работников поздравил руководитель регионального отделения партии ЛДПР Максим Крайн. Подарки получили врачи 5-й городской больницы, где расположен первый ковидный госпиталь региона, и где уже несколько месяцев они буквально борются за жизнь больных коронавирусом. Я хотел бы выразить особо благодарность врачам, медсестрам, персоналу больниц, поликлиник и службе скорой помощи, сотрудникам Минздрава Алтайского края, всем, кто в это сложное время честно выполняет свой профессиональный долг. В связи с увеличением количества заболевших людей в Алтайском крае, нагрузка на врачей значительно увеличивается. Они работают на износ, заражаются и сами болеют. В настоящее время ситуация очень сложная. Мы должны снять всю лишнюю нагрузку с наших врачей, чтобы они смогли сконцентрироваться на самом главном – наказании медицинской помощи нашим жителям края. Также Максим Крайн отметил, что несмотря на рост числа заболевших, некоторые и по сей день отказываются носить маски в общественном транспорте. Но есть и те, кто не может обеспечить себя одноразовыми масками из-за недостатка средств. За праздничный день представители партии ЛДПР бесплатно раздали жителям Барнаула около трех тысяч масок. Сегодня я хотел обратиться к правительству Латайского края с просьбой рассмотрения обделения денежных средств, о покупке и приобретении и последующей раздаче медицинских масок, нуждающей категории граждан. Например, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи. Кроме того, в разных городах края представители партии вышли на одиночные пикеты с лозунгами в поддержку врачей, с призывами к сплочению нации и единению народа. Сплоченность общества, доверие, взаимоуважение между нашими гражданами, между представителями власти, простыми людьми послужит прочной и надежной основой для успешного развития Алтайского края. Я поздравляю всех жителей Алтайского края с этим праздником. С Днем Народного Единства! Неприятный запах, вода, насекомые и грязь. Жители Барнаульского дома на Пролетарской задыхаются в своих квартирах и становятся обедом для кровососущих. Подвал затоплен, ржавые трубы протекают, а управляющая компания отказывает в ремонте. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Вот в связи с последними заморозками, что ночью стало холодно, вот они все, пожалуйста, конечно, немножко попередохли. Но на самом деле там кишмяки. Уже несколько лет подряд жители дома на Пролетарской не знают покоя. Их круглый год атакуют комары. Размножаются кровососущие в подвале. Затем летят в квартиры греться. Здесь вот идет пар, потому что там прорыв труб. Их надо ремонтировать. Капитального ремонта подвала, видимо, не было с 63-го года, с года постройки. И получается, что сейчас комары плодятся там просто не на жизнь, а на смерть. С первого по пятый этаж людей съедают просто комары и насекомые, особенно на первом этаже. Под ударом первый этаж без фумигаторов. В ноябре месяце людям не выжить. Посмотрите, как мы существуем в ноябре месяце. Спасаемся от комаров вот этими приспособлениями. Это у нас находится в каждой комнате. Как вечер, так включаем. Иначе нас съедят с потрохами. Чтобы скрыть неблагоприятную картину, уверены жильцы, обслуживающая дом, управляющая компания «Центральная», повесила на подвал новый замок. Мы сейчас туда никак не можем попасть. Естественно, в подвале сейчас стоит вода. Если открыть, там где-то будет по поясу. Пока вот, наверное, на улице холодно, сейчас нет. До этого вот такие плямбы, не фумигаторы, ничего не помогает. Это ужас. У нас съедают. У нас кошка вот с такими глазами, потому что кошку кусают. Помимо комаров и неприятного запаха, еще и регулярные потопы. После каждого дождя и таяния снега придомовая территория превращается в Венецию. Мусорка, это сейчас немножечко спала вода. Обычно она стоит посреди гигантской лужи. К ней не подойти, так и к дому. Жильцы злополучного дома неоднократно обращались в администрацию Роспотребнадзора и в свою управляющую компанию. Последние пояснили, что не ремонтируют трубы из-за отсутствия средств. Нам же назвали другую причину. Они не сказали, почему там подвальное помещение постоянно затапливается. Потому что они тряпки кидают в канализацию, всякую хрень. Мы уже там замучились с ними бороться. Тем не менее, заверяют специалисты УК, они неоднократно травили насекомых, да и трубы по мере необходимости ремонтировали. Но это, по сути, бесполезно, говорят в управляющей компании. Дом построен на болоте и потапливать его будет всегда. За капитальный ремонт почти 800 рублей берут. А у нас должны быть дубовые какие-то паркет, наверное, в подъезде. А у нас комары съедают и вонь жутко из-за этого подвала. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Владельцы четвероногих могут поплатиться рублем за недолжное содержание домашних питомцев. Минюст России подготовил законопроект о введении санкций за халатное обращение с животными. Штрафы внушительные от 3 до 15 тысяч рублей. Помогут ли новые меры нормальной жизни братьев наших меньших и почему от бесконтрольных передержек страдают люди, расскажет Мария Микшута. Стоит открыть дверь подъезда, как в нос бьет резкий запах. Эпицентр Зловонья – соседская квартира на первом этаже. По словам жильцов, по улице Интернациональной 225 уже несколько лет причина антисанитарии его не кошачий собачий приют. Две женщины, пенсионерки живут, забирают, кошек подкидывают и в подвал спустят. Да, кормят. А они в квартире живут? Да, в квартире и в подвале. Вот так вот. И давно это продолжается? Давно уже. По словам соседей, в квартире обитают собаки и кошки ни одна и даже не три. На прогулку животных не выводят, разве что выпускают в подъезд. Ну, бывает, они, видимо, она этого, потому что выпускает, может, он на первом этаже где-то, может, нагадит. Но то, что в квартире задышать, ничего, это на самом деле. Просто мы уже, говорю, в таком состоянии все, что кто бы к нам в гости не пришел, кто вообще за год-два здесь почему-то пахнет. Такое соседство порядком надоело людям. В жилье проникает запах не только из лавонной квартиры, но и из подвала. Не съеден, и кошачий обед гниет, залежи экскрементов животных, никто не убирает. Ну, они прям большие. Она их нормально так откармливает. Вот мы плинтуса оторвали, ремонт делали, оттуда появился запах. Ну, это из ее квартиры, то есть. Зачем в подвале кошкин дом и сколько животных живет в квартире, мы решили узнать у самих хозяев. На вас жалуются соседи, что плохой запах из квартиры идет. Я антисанитария. Ой, не буду я ничего открывать. Вы как-то собираетесь решать проблему? А в этот дом по улице Северо-Западной 218 мы приезжаем уже не в первый раз. Вонь, тараканы и коричневые подтеки на потолке – результат собачьей жизнедеятельности. В этой квартире, по словам жильцов, по соседству с людьми живет 10 собак. После первой встречи с нашей съемочной группой наступила затишье, однако ненадолго. Стойкий неприятный запах вновь вернулся в квартиры. Очень-очень мало, если так сдвинулось с места, и то, опять же, у нас окна проветриваются постоянно в подъезде. То есть выстегли ли соседи окна, потому что невозможный запах стоял. Соседи, в чьей квартире живет столько собак, дверь никому не открывают. По словам жильцов, животные воют от голода и недостатка выгула, и кажется, такой приют не в радости самим четвероногим. Я считаю, что хозяев таких огромных, больших собак нужно штрафовать за это, за недостойное содержание своих животных. Однако, по словам общественников, вводить штраф за недолжный уход домашних животных неэффективно. Принятие новых законов не всегда говорит о том, что они будут у нас работать. Когда мы говорим о том, что вы неправильно содержите, не то, что неправильно, а вы жестоко обращаетесь с животными, вы неправильно содержите животных, когда нужно лечить, сколько бы мы не обращались, сколько бы мы по факту жестокого обращения не обращались в правоохранительные органы, даже имея доказательства, к сожалению, мы получаем в основном отказы. Если инициативу наказывать рублем все же поддержат, за негуманное обращение с животными придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Безграничное гостеприимство обойдется дешевле, цена вопроса от 3 до 5 тысяч рублей. А вот будет ли в помощь такая мера четвероногим? Большой вопрос. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Государственному ансамблю песни и танца «Алтай» предложено присвоить имя его художественного руководителя Александра Березикова. Недавно выдающийся деятель культуры скончался от коронавируса. Предложение прозвучало на генеральной репетиции новой программы ансамбля. Ее в День народного единства «Алтай» представил в концертном зале «Сибирь». Кстати, в ней согласился участвовать и столичный гость, артист театра и кино Андрей Мерзликин. Актер выступил в роли чтеца. Программа соединила художественные тексты и вокально-хореографические номера. При этом каждый номер, каждая песня – это дань культуре одного из многочисленных народов, изданно населяющих Алтай. Так что со сцены звучали русские, украинские, кумандинские напевы. По мнению Мерзликина, программа посвящена тому, что часто ускользает от внимания людей – любви к малой родине. Любить мы можем только то, что мы можем почувствовать. Это вот место, где ты родился, вырос, это песни, которые ты слушал, люди, с которыми ты общался, это вот тот воздух, которым ты дышал, ну, люди. Это место, которое потом живет в тебе. Даже если ты уехал куда-то и там работаешь, в другом городе или даже в другой стране, но ты этнически, духом, телом, своими мыслями, смыслами, наполненными тобой, ты все равно принадлежишь к какому-то отдельному региону. Пандемия и здесь внесла свои коррективы. Репетиции, по словам актера, проходили дистанционно, и это стало своего рода проверкой профессионализма всех участников. Кроме того, зрительный зал, согласно новым требованиям, был заполнен на 50%. Это, отметил Мерзликин, конечно, неудобно, но и такая встреча со зрителем в современных обстоятельствах уже праздник. И даже несмотря на пандемию, в Алтайском крае продолжает готовиться ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каное. Накануне с визитом в Барнауле побывали представители Международной Федерации этого вида спорта уже в третий по счету раз. Гости отметили, что работа за последние два года проделана очень большая. И остались, по сути, организационные моменты. Основные проблемы уже были решены. Сейчас остались вопросы, связанные с тем, как доставить спортсменов в Барнаул. И второй вопрос связан с перевозкой лодок из Европы после первого этапа Кубка мира. Поэтому мы надеемся, что лодки будут предоставлены спортсменам на месте. Кубок мира, который пройдет в 2021 году, на нашем грибном канале очень важен, пояснили гости. Еще и потому, что будет разыграно шесть заключительных квот на участие в Олимпийских играх в Токио. Кстати, представители Международной Федерации и Гребли на Байдарках и Каной отметили также большой интерес алтайских зрителей к их виду спорта. Его они заметили еще пару лет назад во время проведения в Барнауле Суперкубка. Надеются и на то, что прибрежная зона Гребного канала в перспективе станет местом, куда люди смогут приезжать не только поболеть за грибцов, но и отдохнуть. Поэтому инвестиции в такие объекты всегда оправданы. Если там можно ресторанов, можно велуалей, родители с ребятами, с детей погулять. Очень много возможностей использования на хорошую инфраструктуру. Там надо какое-то электричество, надо будет туалетов, ну все, что современный мир использует для прогулки. Губернатор региона Виктор Томенко в свою очередь отметил, что времени до 2021 года остается все меньше, но выразил надежду, что ситуация нормализуется и край продолжит готовиться к соревнованиям. В Алтайском крае решили возродить былую славу настольного тенниса. Сформировали новую сборную мастеров, которая, кстати, уже выступила на первом этапе Суперлиги во Владимире. Правда, заняла предпоследнее место, но спортсмен уверен, что настоящие победы еще впереди. Зачем Алтаю нужен настольный спорт, выяснял Илья Кочетков. Настольный теннис многие считают спортом простым, отчасти несерьезным. Между тем, уверяют сами спортсмены, он во многом не уступает любому большому спорту. Первое – это зрение, то есть постоянно из-за того, что фокусируемся на мяч. Второе – это развитие координации. То есть оно поможет, как минимум, когда мы пойдем по улице, по льду скоординироваться. И третье – это быстрота принятия решения. А вот решение возродить команду по настольному теннису Алтай ждало своего часа долгих 20 лет. Министр спорта края Алексей Перфильев рассказывает. В середине 90-х сборная региона выступала в высшей по статусу лиге настольного тенниса страны, показывая отличные результаты. Но затем на долгие годы спорт лишился краевой господдержки. В последнее время буквально второе дыхание открылось у таких видов спорта, как альпинизм, баскетбол. Настала очередь и настольного тенниса. Этот вид спорта дал многим из ребят хорошую дорогу в жизнь. Спорт большой. Поэтому пока мы помним, как надо, надо делать. В Барнауле за последнее время появилось 4 зала, приспособленных для занятий настольным теннисом. Тренироваться приглашают всех желающих, как взрослых, так и детей. К тому же больших финансовых затрат для занятий не требуется. Спортивная форма да ракетка. И, кстати, представители Минспорта отмечают, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, число любителей настольного тенниса становится все больше. Сейчас очень много играющих в настольном теннисе любителей. Я вам скажу, что у нас проводят краевые лиги со всего края. И в них участвует около 700 человек. Поэтому как бы и дальше развивается для любителей. Ну, пока одни нарабатывают мастерство, сборная команда продолжит заявлять о себе на всероссийском уровне. Следующий выездной матч намечен на декабрь. Ну, а задачи у команды весьма амбициозные – выйти в премьер-лигу. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.